В его словах есть логика, он не несет какую-то фигню из головы, в его словах, в том, что он говорит, определенно есть логика, но он руководствуется очень предвзятой поверхностной логикой, он не смотрит на ситуацию глубже, он не хочет ее разбирать, он просто поверхностным взглядом, не разбираясь в ситуации, высказал свое мнение, которое оказалось достаточно для меня грубым и оскорбительным, как минимум. А теперь давайте переходим дальше, давайте переходим дальше, ролик от того самого героя, о котором многие из вас знают, от Алексея Мельникова, возможно многие из вас его смотрели, здесь 180 тысяч просмотров, а теперь давайте, перед тем, как мы начнем смотреть ролик Алексея Мельникова, мы с вами разберем, кто такой Алексей Мельников, что он из себя представляет и кто это. Алексей Мельников это член совета ОНК по защите прав человека, человек, который ездит по тюрьмам, миграционным, СИЗО, обычным тюрьмам строгого режима особого, по всем режимным объектам ездит, может попасть туда в любое время, в любой день, к любому человеку и если его права там нарушаются, помочь ему подать запрос в генпрокуратуру и проследить, чтобы этого человека там не били, не пытали, ничего с ним не делали. То есть это серьезный человек. Указ президента Российской Федерации о внесении изменений в состав совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, утвержденный указом президента Российской Федерации. Обратите внимание, кто здесь находится. Мельников Алексей, ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии. То есть этот человек работает при президенте Российской Федерации, при Владимире Владимировиче Путине. Вот его указ, вот федеральный закон, который от 10 июня 2008 года по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящихся в местах принудительного содержания. Этот человек работает при президенте. Я повторяю, это не просто так, это не какой-то там, ну как-то грубо выразимся, не какой-то хуй с горы пришел. Это серьезный человек, у него серьезная должность, и эта должность подписана самим президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем. Теперь, когда мы знаем, кто это и что это за человек, мы знаем в принципе, какие он преследует цели. Он преследует цели защитить права граждан. Он не преследует цели никак навредить российскому государству. Он не может этого сделать никак, он работает на это самое российское государство, на его самого президента. То есть, у этого человека есть одна единственная цель, защитить права человека и сказать правду, как она есть. Давайте посмотрим его ролик, когда мы узнали с вами, что это за человек. Я правозащитник, член общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Мы имеем право беспрепятственного прохода в любые места принудительного содержания на территории города Москвы. Это колонии, следственные изоляторы, центр временного содержания иностранных граждан, психбольницы, изоляторы временного содержания, спецприемники и так далее, и так далее. Мы осуществляем свою деятельность полностью безвозмездно, бесплатно, то есть, для того, чтобы мы помогли. Да, они не брали деньги с меня, им не платят за это государство, за их деятельность, то есть, да. К нам обратиться, а многие люди просто даже не знают о том, что мы существуем, что можно обратиться, что они не один на один остаются с правоохранительной или пенитенциарной системой. Да, знаете, про то, что существует Алексей Мельников, существует ОНК, и что к ним можно обратиться в случае нарушения ваших прав. Это важно знать. В этом видео, да, то есть, когда я буду рассказывать о том, как посещал Николая, о чем мы разговаривали, какие нарушения мне стали известны, я не буду давать оценку его личности, так как согласно кодексу этики членов ОНК я не могу этого делать. Недопуск членов ОНК в ЦФСИК, где содержался Николай Лебедев-Никоглай. Вдумайтесь еще раз. Просто, вот сейчас просто вдумайтесь. Человек общественной палаты по защите прав человека, обладающий мандатом, может попасть в любое место в любое время. Это подписал сам президент Российской Федерации. Он приходит ко мне, и его ко мне не пускают. Просто я должен это как-то, в принципе, комментировать? Я, в принципе, как-то должен это вообще комментировать? Или, ну, любой человек понимает, в принципе, 2 плюс 2 складывает? По идее, любой адекватный человек складывает 2 плюс 2. Смотрим дальше. В одной из недавних суббот, это было, по-моему, 12 ноября, мы приехали в Центр временного содержания иностранных граждан, чтобы в том числе посетить Николая Лебедева. Так как накануне, увидели в ряде телеграм-каналов, было распространено видео, где он с синяками извиняется на камеру. И лысый еще. Сейчас я действительно... Действительно лысый, с синяками. А еще почему-то, вот, люди тщательно смотрели этот ролик, разбирали, отметили мои ссадины на лице. Многие даже особо внимательно отметили вот это плохое качество. А вы видите, что качество очень плохое. Почему же качество плохое? Понимаю то, какую большую ошибку я совершил. Но никто не обратил внимания на мой голос. Извини. Вы... Я не могу его сделать. Извини. Я не могу сделать этот голос, как бы я не хотел. А знаете, что это за голос? Это посаженный голос. Это голос, который сел. Сел от криков. Сорванный голос. Сорванный голос, севший от криков. Почему я кричал? Да, наверное... Да, наверное, просто песни пел громко. Просто концерт давал в КПЗ и посадил голос. Скорее всего, в этом причина. Не в том, что меня зверски били и я орал от боли. Нет, я просто давал концерт в КПЗ и посадил голос. Ну, я уже примерно мыслю мозгами тех людей, которые придираются каждому моему слову. И мне кажется, что они примерно так описали мой севший голос. Ну, ладно, смотрим дальше. Мне кажется, мне очень стыдно. Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил. Максимально посаженный голос. И почему-то людям, которые придираются каждому моему слову, это ни о чем не говорит. Окей. Я чувствую себя, как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно. Вот, решили проверить и узнать, где он эти синяки получил. Многие начали в телеграм-каналах писать о том, что это не синяки. А еще, в принципе, такой момент. Я, кстати, надеюсь, что вы записываете этот стрим и вы будете выкладывать это в ТикТок. Вы не будете об этом молчать. А еще такой момент, что, в принципе, я нахожусь на режимном, сука, объекте временного содержания граждан. И какого-то хуя там снимаются мои извинения и выкладываются в сеть. Я нахожусь на режимном объекте содержания граждан. Какого вообще хуя там снимаются какие-либо видосы с извинениями и выкладываются в сеть? Это что, я захотел? Это что, мой адвокат снял? Я сказал, адвокат, пожалуйста, снимите, как я извиняюсь, хочу очень сильно извиниться перед всеми, я так раскаиваюсь. Это, вы думаете, мое желание было? Ну, ладно, идем дальше. Раздражение. Приехав в Центр временного содержания иностранных граждан, мы столкнулись с тем, с чем уже давно там не сталкивались. А именно, с недопуском членов ОНК на территорию Центра. Мы не смогли не то, что к Николаеву пройти, мы не смогли вообще к КПП. На КПП нам показали, что, значит, сегодня выходной, и согласно распоряжению начальника, нас, то есть, типа, не нужно пускать. Распоряжение начальника Лагода. Сегодня выходной. Дорогие члены общественной палаты ОНК, работающие при президенте, обладающие мандатом, которые могут попасть в любое место в любое время, извините. У нас сегодня выходной. Можем мы приходить, оказывается, только в будние дни. Однако, согласно 76-му федеральному закону об общественном контроле, который, собственно, регламентирует нашу деятельность, мы можем приходить в любой день, в любое место принудительного содержания на территории субъекта федерации, где осуществляет деятельность наша комиссия. В любой день, да, в любое место, согласно 76-му федеральному закону, но в ЦФСИК по выходным вам нельзя. Вот конкретно в ЦФСИК по выходным вам нельзя. Вот так, да. Да, вот это написано в 10356-м законе. Да, там, посмотрите, там все написано. То есть, ну, это просто насколько, насколько же все просто, насколько, если смотреть на ситуацию объективно, смотреть прямо, насколько же все видно, ну все видно, 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 что и они, мрази. Вот эти люди, ЦФСИК, МВД, что они очень злостно нарушали мои права и очень злостно превышали свои полномочия. Это видно невооруженным взглядом, но люди отказываются на это смотреть. Это так, это так меня выводит, в любом случае, на эмоции. И практически в любое время. Когда нас не допускают, мы справедливо думаем, что недопуск связан с тем, что в учреждении есть нарушение. Сейчас, в данный момент, мы написали обращение в прокуратуру города Москвы. Также информация о недопуске членов ОНК на территорию Центра временного содержания иностранных граждан довольно-таки быстро разлетелась по средствам массовой информации, в том числе федеральным СМИ. Если бы еще не разлетелось то, что их не пустили по федеральным СМИ, мне кажется, их бы вообще до талого не пускали. Поняли? Они бы пришли на следующий день, им бы сказали, а сегодня химчистка, дезинфекция, там все травят тараканом, вам нельзя, вы задохнетесь. Приходят на следующий день. А сегодня у нас пожар, короче, все горит, вы можете, я не знаю, задохнуться. То есть, ну, мне кажется, если бы это не осветили федеральные СМИ, их бы вообще до талого не пустили. Мне так кажется. После этого мы приходим в понедельник, ну, потому что нужно теперь в избирательство прокуратуры, в обозначенное сотрудником КПП время. То есть, мы пришли в рабочее время, в будний день. Нас встретил представитель администрации, который там как-то попытался объяснить причину недопуска на субботу, но мы считаем, что в любом случае закон нарушен, и, соответственно, необходимо дождаться результатов проверки. В общем, после разъяснения представителя администрации причины недопуска, мы пошли по центру временного содержания иностранных граждан и зашли, естественно, к Николаю. Мы заходим в камеру, там встречает нас взрослый мужчина, это сокамерник Николай, и вдалеке стоит молодой человек, очень напуганный, и, то есть, по внешним признакам, явно находящийся в тяжелом морально-психологическом состоянии. Я вот еще помню этот взгляд, да, то есть, который он бросил на меня, это был взгляд такой довольно-таки напуганный, и только потом я понял, почему он так посмотрел на нас. Мы представились, да, сказали, что мы общественно-наблюдательная комиссия города Москвы по соблюдению прав граждан в местах принудительного содержания, правозащитники. Только когда он это услышал, там была такая довольно-таки... Да, во-первых, он, если вы обратили внимание, лишний раз подчеркнул фактически момент, о котором я говорил в своем ролике, что находился в камере я и мой сокамерник в 10-местной камере, и то он попал ко мне далеко не сразу, и этот самый сокамерник был заселен ко мне за день до того, как пришел Алексей. То есть, опять же, подчеркнута правда в моей истории, очевидно доказанная, что он это сказал, человек, рабочий при президенте, подчеркнул фактическую вещь. Я, когда его увидел, моя реакция была следующая. Во-первых, у меня началась жесткая, просто жесткая истерика, потому что я рассказывал это в своем ролике, за буквально 30 минут до его прихода я смирился со своей смертью. Прям, ну, я смирился, что вот те самые МВДшники в гражданских костюмах будут приходить ко мне каждый день и выбивать из меня какие-то показания, вплоть до того момента, пока они не всунут мне бумагу на подписание, что я либо хочу попасть в зону войны, в зону военных действий, но потому что то, что происходит на Украине, раньше я называл СВО, но это не СВО, это настоящая война. Да, это ужасно, это отвратительно, это террористический акт, который абсолютно недопустим, и это понимает, в принципе, каждый, просто блогеры, например, живущие в России, об этом никогда вам не скажут, никогда, потому что знают, что с ними будет на следующий день. Это очевидный факт для каждого человека и блогера. То есть они просто запуганы, людей с яйцами просто там нету. Ну и, в принципе, правильно, потому что эти самые яйца очень легко отрезаются, потому что там во властях у людей нет никакого человечности. Это давно не люди. Ну, то, с чем я столкнулся, я понял, что это давно не люди. Они перестали быть людьми. Это очень плохие люди, очень плохие звери, кровожадные. Вот так вот, когда я увидел Алексея, я понял, что моя жизнь спасена, и у меня была действительно жесткая истерика. Эмоциональная реакция на это. Я думаю, что Николай сам позднее расскажет, да, как он нас встретил, что происходило. Не думаю, что это должен рассказывать я. Мы присели за стол, сначала очень тяжело было его разговорить, и то есть он вообще никак, ни на какие наши вопросы практически не отвечал. находился, то есть прям явно. Не отвечал я не просто так на вопросы, которые мне задавали. В комнате стоял заместитель начальника, я узнал его фамилию. Это был не Лагода, это был Полежаев. Это был Полежаев стоял, и я знал, что Полежаев прямо работает с МВД. И я, в общем, все это знал. Кстати, вы даже не представляете, как много моментов. Я вам на этом стриме покажу очень жесткую запись одну, я вам говорил, что покажу одну жесткую аудиозапись. Есть моменты, которые я пока еще даже не могу вам рассказать. Пока я не убежусь в том, что человек, который предоставил мне эти данные в безопасности, я вам их не покажу. Потому что, знаете, у меня есть фактические данные, которые в случае, если я вам предоставлю, эти мрази поймут, откуда у меня эти данные. И тот человек, который мне их предоставил, будет очень жестоко наказан. Поэтому пока тот человек не окажется в безопасности, я не смогу вам кое-что показать. Но всему придет время. Время придет для всего. Правду скрывать невозможно. Ее невозможно просто спрятать и убрать правду, и накормить ложью. Это невозможно сделать. Она всегда вскрывается. Время всегда берет свое. Всегда. Находился в очень тяжелом морально-психологическом состоянии. Он боялся нам что-либо рассказывать. Но после того, как я его ознакомил со своей деятельностью, рассказал вообще о том, как работает ОНК, рассказал о каких-то там своих случаях. То есть, кого посещал, как помогал людям. Он нам доверился и правильно сделал. Первое наше общение, оно проходило очень долго. То есть, буквально приходилось из него вытаскивать какую-то информацию, чтобы понять вообще, что с ним произошло. Дальше я буду рассказывать все со слов Николая. Буду что-то комментировать. То есть, говорить о том, например, удалось ли нам этот факт подтвердить или нет. Однако могу сказать так, что даже те факты, которые нам еще пока не удалось подтвердить, они в принципе, то есть слова Николая, не дают нам основания сомневаться в том, что он говорил. Приходили мы к нему несколько раз, потому что вот первый раз он вообще там боялся лишнее слово сказать. Мы только некоторую информацию проверяли и узнавали, смотря там, то есть, и обращая внимание на какие-то невербальные сигналы. Итак, первое, что нам бросилось в глазах, когда мы только увидели Николая Лебедева в камере, это то, что у него там практически по всему телу ссадины, синяки, гематомы. Как вы думаете, человек, которого лично подписал Владимир Владимирович Путин, который работает при президенте, будет клеветать? Врать! Врать! Вообще, с какой целью? Он будет врать? У него есть резон, выгода врать, рассказывать ложь? У него есть какой-либо резон это делать? Даже вот эта правда, которую он рассказал, это огромные риски. У него, это даже вот эта правда, которую он сейчас сказал, это огромные риски. Почему-то каждый мой вот разоблачитель и человек, придирающийся к каждому моему слову, почему-то полуша проигнорировал видеоролик Алексея Мельникова, у которого как раз-таки наоборот в спектр интересов входит защитить Российскую Федерацию и ее репутацию. Это входит в спектр его интересов, но он человек, который не идет против правды. Это человек, который не позволит лгать себе, а скажет все, как есть, все, как было. Человек, который говорит правду. Почему-то все его проигнорировали, но я его не проигнорировал. В камере это то, что у него там практически по всему телу ссадины, синяки, гематомы. Единственное, что нам удалось выяснить, это то, что получил он их не в центре временного содержания иностранных граждан. Кстати, Алексей... А, нет, об этом, наверное, нельзя. Да как нельзя? Нет, я скажу, я скажу. В тот день, когда Алексей зафиксировал данный факт... ...кому удалось выяснить практически по всему телу ссадины, синяки, гематомы. В тот день, когда Алексей зафиксировал этот факт, меня сфотографировали. Но меня сфотографировал не Алексей, но человек из ОНК, меня сфотографировали. Эти фотографии вполне себе, возможно, достанет. И я, опять же, приложу все усилия, и мы их достанем. Единственное, что нам удалось выяснить, это то, что получил он их не в центре временного содержания иностранных граждан, а до него. Потому что в центре временного содержания иностранных граждан, как и во многих местах правительственного содержания, когда какой-то человек поступает, подследственный, осужденный, депортируемый, в общем, арестованный, задержанный и так далее, то есть обязательно проходит медицинский осмотр, который фиксирует все травмы. Это делается для того, чтобы как раз то или иное учреждение не обвинили потом в том, что эти самые увечья гражданин получил непосредственно в самом учреждении. При поступлении в центр временного содержания иностранных граждан была сделана следующая запись. Дословно там было написано следующее. Множественные гематомы, ссадины, волосистые части головы, лица, шеи, верхних и нижних конечностей. То есть данный... Нет, Алексей, вы что? Ютубер с канала Моразм сказал, что я эту справку подделал в Молдове. Алексей, вы действительно верите той справке, которую вам предоставил тот же самый преступный ЦФСИК, который работал на МВД? Просто сотрудник, который меня встретил, не стал потакать этому режиму и написал в справке все как есть. Алексей, вы думаете, мы поверим вам, члену НК, человеку, работающему при президенте с мандатом, или мы поверим все-таки человеку с Ютуб-канала Моразм, который сказал, что эта справка куплена и вообще все это фейк? Каждый адекватный человек поверит в Моразму, ведь у него такие жесткие аргументы и доводы. В центре временного содержания иностранных граждан. Просто почему я, в принципе, подмечаю этого Ютубера этот момент? Вот ладно, я не хочу вам врать, не хочу вам клеветать. Этот человек мне всегда нравился. Я любил его видеоролики, я их смотрел, он мне всегда нравился. И когда я увидел вот эту предвзятость, вот эту грязь с его стороны в свой адрес, я очень оскорбился, я очень обиделся. И вот то, что я его так часто подмечаю или как-то выделяю, поймите, меня это связано с тем, что он меня обидел, я просто защищаюсь. Вот я просто так выплескиваю свои эмоции на человека, который меня обидел. Не более. Обычная детская, подростковая вещь. Была сделана следующая запись. Дословно там было написано следующее. Множественные гематомы с ссадины волосистой части головы, лица, шеи, верхних и нижних конечностей. То есть данный факт, факт того, что поступил в Центр временного содержания иностранных граждан, уже избитый, он неопровержим. Как неопровержим? Вот так неопровержим. Вопрос, где он получил эти травмы, да? Согласно публикуемым им видео в его телеграм-канале ранее, из отдела полиции, в отделе полиции он также находился на момент, когда публиковал вот эти свои видеоролики в телеграм, он был не избит и не подстрижен. Соответственно, это произошло между тем, как он был задержан, да, и доставлен в Центр временного содержания иностранных граждан. Сам Николай сказал, что произошло это с ним в отделе полиции по Пресненскому району. Да, и с его слов он был насильно острижен. В эту пользу в том числе говорит то, что у него на голове есть ссадины. Да, и при этом еще вот что важно. Ссадины есть, а маразм сказал, что мне никаких ссадин. Неужели были, что ли? Странно. Причем маразм врет, что ли? Предкует. С его слов, весь процесс применения к нему физической силы, да, избиения и принудительной стрижки снимался с сотрудниками на телефон. Когда он приехал в Центр временного содержания иностранных граждан, его поселили с крайне-крайне странным соседом. Сокамерником у него оказался человек, который оказывал на него моральное давление и нанес ему несколько ударов. В тот же день Николая Лебедева перевели в другую камеру, новый сокамерник. Нет, меня не перевели. Перевели его. Меня оставили в той камере. Седьмая камера. Я, кстати, не просто так находился в седьмой камере. Не просто так я находился в седьмой камере. Дорогие сотрудники ФСБ, которые сейчас наверняка смотрят этот ролик, если вы думаете, что ваши микрофоны, которые вы ставили в вентиляцию, были очень-очень незаметными, я вас очень сильно расстрою. Я прекрасно видел их. Я прекрасно понимал, что они там находятся. И я прекрасно понимал, почему меня никогда не переведут с седьмой камеры. Да, это пока оставим. Это на потом. Уник уже был, то есть, нормально. То есть, да, кстати, ФСБ тоже замешано. Ну, это подождите. Я, кстати, далеко прыгнул. Тихо. Просто тихо. Забудьте. Забудьте. Я вообще сказал то, что мне приснилось только что. Мне вообще приснилось это. Забейте. Идем дальше. Абекватный. Он даже его поддерживал морально. Но, тем не менее, то есть, как бы сам факт того, что первые, там, сколько, час-два он находился с странным, мягко говоря, человеком, да, мы потом тоже к нему заходили. Он проявлял агрессию и к нам. Известно также, что находясь в центре временного содержания... У меня... Я в чате увидел комментарий модератора. Нихуя себе Мизулина с ФСБ работает. И многие из вас не совсем понимают картину. Я открою вам глаза. Мать Мизулиной Екатерины. Вы, видимо, не понимаете, кто такая Елена Борисовна Мизулина. Сенатор Российской Федерации. Конкретно что за сенатор? Государственный и политический деятель, член Совета Федерации. Представитель от исполнительной власти Омской области. Доктор юридических наук. А конкретно за что она отвечает? А, вот за что она отвечает. Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания. Федерального Собрания. То есть, если вы еще не поняли. Она отвечает за спецслужбы в России. За МВД, за ФСБ. Она сенатор. Совет Федерации Федерального Собрания. ФСБ, МВД. Все под ней. Все под ней. Под ее матерью. Какая-то связь у людей, которые используют свой мозг, наверное, складывается. Какая-то цепь, да? Какая-то цепочка уже, да? Появляется какой-то ясный взгляд на картину. Просто нет, я даже... Ладно, ладно, смотрим дальше. Гражданин разгромил две камеры, одну камеру разрисовал. И, в принципе, то есть, ну, в общем, не очень адекватный гражданин. Да, не очень адекватный гражданин попал ко мне в камеру. Ну, это вот... Я бы ему как правозащитник давать, да, резко негативных оценок, но, тем не менее, персонаж странный, как минимум. Сотрудники, когда я спросил у них, чем вы руководствовались, когда усилили вдвоем вот этих вот граждан, то есть, Николая и вот этого соседа, который проявлял агрессию, сказали, что руководствовались тем, что оба граждане Молдавии. В принципе, здесь, то есть, по закону как-то к ним, ну, и ничего не предъявишь и не скажешь. То есть, они в теории могли действительно не знать там каких-то моментов, хотя... Не знать каких-то моментов? Человек громит камеры? Человек... Ладно. Ну, я рассказал правду в своем ролике, что его вообще попросили ко мне применить физическую силу. Это я вам рассказал, это вы знаете. Почему? Когда мы вошли, Николай так странно нас отреагировал, ну, странно смотрел, да, с испугом. Оказывается, что за полчаса до нас у него были сотрудники, да, то есть, непонятно, что за сотрудники, которые его опрашивали и оказывали, скажем так, моральное давление. Не позволяли в том числе, то есть, когда он попросил возможность, чтобы опрос или допрос происходил с адвокатом, они ему отказали в этом. То есть, соответственно... Мне просто отказали, пригрозили и запугали. Они просто мне отказали в адвокате. Интересно, когда мы к нему вошли, да, еще не успели представиться, видимо, он подумал, что это пришли уже другие сотрудники. Также, то есть, ну, с ним производить какие-то действия. Я предполагаю, что Николай опасался, что могут завести уголовное дело какое-то, да, то есть, он не сможет выехать из страны. Ну, они так и пытались завести уголовное дело, просто не успели благодаря Алексею, который, ну, пресек жесткие правонарушения, не успели благодаря многим другим людям, которые мне помогли. Не все в России конченые, мрази, не все. Но все, у кого вот здесь вот много-много звезд, в основном все. Потому что эти звезды, как правило, в России построены на крови и деньгах. Ладно. С того момента, как к нему пришли мы, члены общественной наблюдательной комиссии города Москвы, больше грубых нарушений в отношении него не было. Были, ну, то есть, мелкие там, кое-какие моменты, да, которые, слава богу, не повлияли на его условия содержания практически и не изменили его положение. В этот же день, когда мы у него были первый раз, у него был день рождения, так совпало, да, что день рождения он встретил. Я даже забыл. А у меня тогда был день рождения. Алексей, кстати, подарил мне открытку. Оу! Она у меня есть. Секунду. Мне Алексей на день рождения подарил открытку. И эта открытка у меня есть. Я нашел не просто открытку Алексея Мельникова. Сначала я покажу вам открытку. Только здесь указан его номер. Номер я закрою пальцем. Короче, на мой день рождения, в тот день, когда вот Алексей Мельников рассказывает свою вот эту историю, которую мы смотрим, он пришел ко мне и подарил мне на мой день рождения, сейчас номер закрою пальцем, вот эту вот открытку. Вот такая вот открытка нарисована им от его руки. Это был единственный мой подарок на мой тогда день рождения. То есть на 22 года это единственный мой подарок. Единственный. И я его перевез, смотрите, я его не сгибал, я его хранил, я его вез не просто так. То есть вот такое вот. Помимо вот этой вот открытки, уже, ну не на мой день рождения, буквально через два дня, когда вот люди, с которыми я сидел в центре временного содержания узнали обо мне, один человек, он, если что, украинец. Он подарил мне вот эту книгу, которую я, кстати, почти прочитал. Здесь также под обложкой указан его номер, который, ну, я боюсь вам показать. Ну, это нельзя показывать, меня Твич заблокирует. Он подарил мне вот эту книжку, хорроры, я ее всю прочитал, практически там пару страниц у меня осталось. Почему я подметил, что этот человек был украинец? Потому что там, в центре временного содержания граждан в России, к ним относятся предвзято, честно. Этот человек понимал меня, как никто другой. Вот как никто другой этот человек меня понимал. А помимо этого, один раз, это было чуть ли не в самые последние дни, хотите прикол, одна моя подписчица, как-то каким-то боком она три дня подряд приходила, и у нее получилось дать мне передачку. У моей случайной подписчицы, чье имя, фамилию, которую я никогда в жизни не видел, три дня подряд ей отказывали, и в один момент она, видимо, попала в хорошую смену, и у нее получилось дать мне передачку. От нее здесь большая записка, большая, которая еще разворачивается, тут ее номер, то есть она передала мне там много всего, я за что ей тоже очень благодарен, я ей еще наберу, узнаю, как она. Билет, где я был депортирован, покажу. Билет, который депу, депорт, типа. Ну, всякие такие вещи у меня остались. И футболка у меня осталась, в которой меня, собственно, пытали. Футболка находится тоже в соседней комнате, футболку пока не покажу. Да и там особо не на что смотреть, обычная белая, рваная, блять, вонючая футболка в красных разводах, то есть, ну, это хуйня. Вот. Давайте сейчас досмотрим ролик Алексея Мельникова, и я покажу вам одну запись. Вот, так скажем, самую жесть этого стрима, которая пиздец, как разлетится по нарезкам, аудиозапись. Прям пиздец, как разлетится по нарезкам. Поэтому вот сейчас мы досмотрим ролик, и я вам ее покажу. Давайте досмотрим. В Центре Временного Содержания Иностранных Граждан в таких случаях, когда я, например, в том же следственном изоляторе встречаю людей, у которых на день моего посещения выпадает день рождения, пока мы общаемся, я рисую открытку какую-нибудь поздравительную. Рисую я так себе, но все равно человеку приятно хоть какой-то подарок получить, и я ему нарисовал, соответственно, тоже открытку поздравительную, где я написал с днем рождения. Вот, собственно, вы можете увидеть ее на экране. Еще из того, что касается условий содержания. Я еще раз повторю, все подробнее, да, то есть там расскажет Николай, я рассказываю лишь то, что, то есть, ну, могу рассказывать, да, в рамках закона, в рамках кодекса этики УНК. Я знаю, что Николай собирается рассказать о том, как у него проходили вот эти вот дни, как он был в отделе полиции по Пресненскому району. Также в Центре временного содержания иностранных граждан на протяжении какого-то времени, я не уверен, что всего, потому что какие-то передачи все-таки до него доходили. В общем, на протяжении... В самом конце до меня начали доходить передачи. Я скажу вот что. Как я получал передачи уже на седьмой-восьмой день? Я сделал просто. У одного арестанта во время прогулок, когда мы начали выходить гулять, взял номер карты. А, ладно, стоп. Нет, стоп, я так подробно не буду. Короче, один арестант в этом Центре временного содержания принимал подачку на себя и просто передавал ее мне. Передачка приходила не на мое имя-фамилию, а на имя-фамилию другого арестанта. И просто во время прогулки он передавал мне всю эту передачку, потому что она была для меня сделана. Просто на его имя и фамилию. О! Только благодаря этой обходке в начале я получал какие-то передачки. Только благодаря этой обходке. В течение какого-то времени ему не передавали передачи. То есть вот обычно, да, то есть может прийти любой человек и, допустим, передать какие-то продукты, вещи для, там, подследственного, подсудимого, выдворяемого. Вы бы знали, сколько моих передач не выкинули. Мне звонили друзья, сказали, «Коля, я к тебе приходил два раза, я приносил тебе две теплые куртки, там, три блока сигарет, я приносил тебе кучу еды, булочек, всего, я приносил тебе, я говорю, братан, я этого не видел вообще, вообще не видел, они просто это выкидывали, либо сами жрали». «Портируемому, депортируемому могу» и так далее. Вот в отношении него почему-то это правило не работало. Мы задали вопрос представителю администрации, почему не принимают вещи, нам ответили, но ответ я не могу озвучить, потому что информация такого рода, она не может быть, собственно говоря, предана огласке мной, по крайней мере. Вот. Ему сказали, что передача может быть отправлена. Ещё раз, смотрите, момент. «Она не может быть, собственно говоря, предана огласке мной, по крайней мере». Ему сказали, что мне не дают передачки, потому что они могут быть отравлены. Да. Мои друзья пришли отравить меня. Вот. Они, дорогие мои защитники центра ЦФСИК Сахарева, они меня защитили. Спасибо большое за защиту. Спасибо вам большое за вашу защиту. Конченые. Тварь. Вот. Поэтому мы ему даже как-то раз приносили... Вещи тоже, да, отравлены, новичком помазаны. Новичком вещи помазаны. Еду из Магдональца. В какой-то момент уже, то есть когда мы его начали регулярно посещать, к нему пришли как-то раз, предположительно, сотрудники полиции и представились членами общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Второй раз я на своей практике сталкиваюсь с подобным, когда кто еще может зайти на территорию Центра временного содержания иностранных граждан или спецприемника. Либо МВД, либо ФСБ. Но это все-таки было МВД. Последний раз было МВД. Определяю, еще раз говорю, по МВДшным маскам. У ФСБ балаклавы конкретные, а у МВД вот такие вот маски, идущие снизу. Типа, ну, у меня в доме они есть, я как-то вам покажу, но типа я по маскам определяю. Куда-либо еще, да? То есть либо член УНК, либо там, я не знаю, депутаты государства и ДУК. Нет, я не говорю, что сотрудники ФСБ не могут взять такую же маску, как у МВД, и нацепить на себя. Я просто логически мыслю, что зачем, в принципе, им это делать, и неужели они думают, что я настолько умный, что обращу на что-то подобное внимание? Они меня за человека не держали. Они думали, что я идиот, который ничего не понимает. Но я играл роль как раз-таки такого человека. Постоянно что-то там ныл, вот меня обижают, вот там вот это. Постоянно вел себя как ребенок, и на них это сработало. Что самое забавное, ко мне приходили, как я понял, психологи с огромным стажем, которые хотели, типа, сыграть со мной в друзья и выбить показания. Даже они не понимали, что я говорю им абсолютную неправду. Это, кстати, было даже интересно. Это было даже интересно. Представляете, к вам приходят сотрудники, оперуполномоченные, которые там работают, блядь, в своей сфере 10 лет. Они там занимались вообще за свою карьеру, ебать, какими раскрытиями преступлений, вот самых страшных. Они занимались сами, пиздец, какими преступлениями, да. Вот ситуация со мной, это один из того примера. И вот я обычный, там, 22-летний парень, блогер, они ко мне приходят и верят просто мне каждому слову, каждому эмоции. Ну, это просто интересно было. Это, как минимум, меня даже веселило иногда. Думы, которым нет смысла представляться членами УНК, там еще есть категории, ряд категорий лиц. И, то есть, единственные, кому это нужно, может быть, это сотрудники правоохранительных органов. Тем более, что посещение этих членов УНК не зафиксировали. Да, если вы вдруг столкнулись с тем, что в спецприемники к вам пришли члены УНК и вы не уверены в том, что они действительно принадлежат к общественной наблюдательной комиссии и являются правозащитниками, попросите, первое, что попросите, это мандат. У каждого члена общественной наблюдательной комиссии города Москвы есть удостоверение. По нему вы, собственно говоря, можете убедиться перед вами, кто стоит. Если вдруг у члена УНК оказалось удостоверение, а это не член УНК, то имейте в виду, что мы не задаем практически никаких вопросов, не связанных с условиями содержания. К условиям содержания это относится условно к быт, медицины, чтобы не били, кормили, чтобы соблюдался закон в отношении вас. То есть мы не касаемся уголовных дел, мы не касаемся, то есть мы не проводим опросы относительно того, употребляете ли вы какие-то средства или еще что-то. Нас это, согласно нашему кодексу этики, закону, не должно интересовать. Будем узнавать, кто представлялся нами, кто представлялся членами общественной наблюдательной комиссии города Москвы. Я считаю, что это попытка в том числе дискредитировать УНК. От себя я хотел бы добавить, что, ну, я думаю, Николай не даст тоже соврать, много адекватных сотрудников полиции, их, скорее, большинство. Однако вот те громкие случаи, да, когда сотрудники полиции нарушают закон, как это, например, было в отношении Николая, они формируют общее отношение к полиции. Это, конечно, неправильно, но важно знать, что на таких сотрудников есть и прокуратура, есть и общественные наблюдательные комиссии. Только если они не работают от матери Екатерины Вимизулиной, потому что на сенатора прокуратуры нет. Есть собственная безопасность МВД. Я уверен, что со всеми перечисленными фактами, да, то есть мы еще дополнительно удостоверимся в том, что происходило, какие еще могут быть... Кстати, поэтому я на 90% уверен, что те три мрази, которые меня пытали, не понесут никакой ответственности, потому что они это делали слишком уверенно, спокойно, как я сказал, руками, ногами, потому что они знали, что их послал сенатор. Ну, типа, камон, сенатор, за тобой стоит сенатор, тебе дал приказ сенатор, не какой-то подполковник, майор, старший полковник, генерал, нет, сенатор, это намного выше, типа, вот поэтому они чувствуются так спокойно и узнают, что их, в принципе, не накажут. Сенатор Мизулина прикроет Борисовна. Ничего страшного, придет время, она будет отвечать за свои превышения полномочий, будет 100% отвечать. ...рушение, и мы обязательно разберемся и проинформировать. ГАГА! ...мируем общественность. От себя также добавлю, что недопустимо вообще, в принципе, применять к силу, к человеку, который не сопротивляется, да. Мне было удивительно читать свой телеграм-канал, который я там веду уже относительно давно. Есть постоянные подписчики, которые комментируют мои записи, которые понимают ход мыслей правозащитника, и вот они там писали, что, типа, так ему и надо. На мой взгляд, глупость несусветная, даже не вижу смысла. Ну, кстати, те, кто из блогеров выразился в формате «так ему и надо», я видел, как отреагировали адекватные люди, коих, кстати, как правило, всегда большинство, то есть, возможно, мои подписчики или просто люди, которые адекватно смотрят на взгляд, эти люди, которые подобное что-то сказали, «так ему и надо», слезно извинялись. И причем они слезно извинялись не после пыток, да, а просто после сообщений ваших. Это защита, это защита была с вашей стороны меня, и эта защита сто процентов приятна, эта защита была мною замечена, и эта защита будет мною поощрена, потому что, ну, это очень, это очень круто. Это вот, я чувствую себя как человек с какой-то своей маленькой армией, да, которая преданная, которая правильная, и которая видит правду, видит ложь, которая понимает, что к чему, и это круто. Разъяснять, почему вообще никого нельзя бить, да, то есть, если на это нет соответствующих оснований, да, они перечислены в ряде приказов, законов, здесь явно налицо, то есть, ну, там, при задержании можно, да, при сопротивлении, но здесь явно налицо то, что он был избит, ну, просто так. Я с вами прощаюсь, не забывайте подписаться на телеграм-канал, я иногда отвечаю на какие-то популярные вопросы. Если будет необходимость в том, чтобы провести стрим, да, прямую трансляцию, то пишите также в комментарии вообще. Проведете, Алексей, думаю, у вас запросят. Итогом этого видеоролика. Особенно после вот этой моей трансляции к вам появится много вопросов у людей, и я думаю, вас запросят прямую трансляцию, это будет интересно, я лично ее посещу. Теперь давайте с вами немного подведем некие итоги того, что мы сегодня с вами посмотрели и сделали на этой трансляции. Мы разобрали с вами видеоролик человека, который обвинял меня полуши в клевете, говорил о том, что каждое, там, мое слово выдумка, преувеличение или что-то, на каждую, абсолютно на каждую его придирку я ответил. Я не проигнорировал ни одной его придирки. Может, где-то опять я случайно там пропустил, но нет, самое основное, самое важное, я ответил, это вот было на трансляции. Мы разобрали с вами ролик Алексея Мельникова, напоминаю, совета члена ОНК работающего при президенте, у которого нету никаких интересов потакать мне моей лжи. Единственный его интерес это защитить права человека. Мы посмотрели его ролик, мы разобрали его слова. Я показал вам открытку, которую он мне подарил на день рождения. И сейчас я покажу вам одну запись, которую я обещал. Аудиозапись, которую я обещал вам показать. Пока я ее показываю, я рассказываю поверхностно, что это за аудиозапись. Я никогда не скажу вам, как я ее достал. Я вам так скажу, я ее достал по беспределу. Прям, у меня ее не должно было быть никогда, но вот мне повезло со знакомствами и с прочим. Что это за аудиозапись? Это аудиозапись того, как я спасал свою жизнь. Аудиозапись того, как я спасал свою жизнь, а конкретно. Ладно, ладно, стоп. Давайте не будем спойлерить. Давайте я просто включу и вы послушаете. Просто включу и вы послушаете. Все. Надеюсь, будет хорошо слышно. Надеюсь, будет хорошо слышно. Запись пошла. Представьтесь. Можно ли на видео записать? Хорошо. Меня зовут Николай Лебедев. Сейчас на мне небольшое количество гематом, максимально-минимальное количество, и я бы хотел заявить, хотел бы заявить сейчас о том, что я не в... почему я говорю о том, что на мне небольшое количество гематом? Почему я об этом говорю? Потому что... Давайте дослушаем, блядь, зачем я перебиваю, какой же я дурак? Давайте дослушаем, извините, эмоции. Дослушаем. В коем случае не планирую накладывать на себя руки. Я абсолютно психически здоровый человек, который не собирается убивать себя ни при каких обстоятельствах. У меня нет за спиной детей. Пока я не оставлю ребенка, я даже мысли не допускаю о том, что могу отправиться на тот свет. Я к этому не готов. Также я абсолютно здоров физически. Абсолютно здоров физически. И я сижу в одной камере с хорошим человеком, который не желает ни зла. И других людей, других людей в этой камере я бы не очень приветствовал. Я бы хотел, чтобы начальник не подселялся больше никого. По типу того случая, который произошел с тем человеком Жорой. Чтобы ничего подобного больше не было. Вот. Я заявляю прямо, я никогда не убью себя и не умру от болезни. Дата сегодня какая? Напомните, пожалуйста. День рождения. 14 ноября сегодня день рождения мне исполнится 22 год. 14 ноября время. Кто подскажет время? Да, это не важно. В 17 40. В 17 40 время. Да, запись была сделана без остановки в присутствии членов ОНК города Москвы Мельникова Алексея и Алексея Лобрева. Да, в центре. Обстановка нормальная, питание нормальное, свет, температура все соответствует нормам положенности. В камере находятся два человека. Все, запись останавливается. Кто не понял, что это была за запись, что он сейчас услышал. Эта запись была сделана после прихода тех самых сотрудников, которые расспрашивали меня о уголовных преступлениях, которые пытались пришить мне уголовное преступление. Эти сотрудники во время этого допроса часто задавали мне вопрос, а есть ли у меня какие-то хронические заболевания, или есть ли у меня какие-либо склонности к суициду. И при этом я напомню, эти сотрудники записывали наш разговор на диктофон якобы беспалево. Они все думали, что я тупой и ничего не вижу. я сложил 2 плюс 2 и понял, что эти сотрудники заинтересованы очень сильно в моей смерти. Поэтому и задаются вопросы про склонности к суициду, задаются под диктофон и про хронические заболевания. Просто знаете, так много есть, что сказать, но не хочется говорить много, а хочется сказать просто и коротко, почему люди, видя вот это все, а мою огромную доказательную базу, все факты, указывающие на мою правоту, никаких собственно грубых противоречий в моих показаниях никогда не присутствуют. А если присутствуют какие-либо противоречия в моих показаниях, это происходит строго по где-то моей ошибке, по где-то сказанному чему-то на эмоциях, но никак не влияет на правдивость и суть рассказа, почему люди, имея всю вот эту базу, в принципе выпускают ролики про то, что Никоглай все врет, Никоглай все выдумал на миллионную аудиторию, почему это происходит, меня это задевает, меня это оскорбляет, не более, но я свою позицию защищаю, защищал, защищать буду, и я буду предоставлять все возможные записи, все возможные доказательства, которые только могу достать. На этом стриме, вот вы видите, я показал вам очень серьезную аудиозапись, очень серьезную аудиозапись, и если ее разбирать подробно, вы можете найти там такое колоссальное жесткое количество мелочей, реально мелочей, которые о многом говорят, если хотите, мы как-то ее разберем, может, я просто не понимаю, почему так происходит. Мне было очень приятно провести этот эфир для вас, мне было приятно лишний раз поделиться подробностями истории, которая произошла со мной, это далеко не все подробности, и я жду вас на следующем стриме, следующий мой стрим будет завтра, где я покажу еще пару вещей, которые я не показал на этом стриме. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на мой телеграм-канал в чате, пожалуйста, менеджер Катана за спайм мой телеграм-канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, я прекрасно понимаю, с чем связано недоверие большого количества людей из вас, но вы знаете, поговорка доверяй, но проверяй была рабочая во все времена, если вы мне доверяете, все-таки я вам советую самому углубиться в эту тему и что-либо допроверить, и так же работает, если вы мне не доверяете, если вы мне не доверяете, то хотя бы углубитесь и проверьте то, о чем вы говорите, потому что вы видели сегодня, как смотрятся люди, которые говорят про меня гадости после... Ладно, в общем, ладно. Спасибо вам всем, что присутствовали, подписывайтесь на мой телеграм, на мой твич, увидимся с вами завтра, время я скажу в своем телеграме, всем пока. в следующем году. Субтитры